Итак, всем привет, с вами Довгая, продолжаем мы играть в The New Order За Кемеровское царство, в прошлой серии Мы тут объединили, в принципе, наше государство Ну, территорию Закончили практически Второе смутное время, нам только надо фокусы добить И, в принципе, нормально Ну и мы уже, видите, здесь оккупациями сейчас тоже будем заниматься Стороны подынтегрируем И я не уверен, с кого лучше начинать Я предпочитаю, что с Новосибирска, потому что здесь Он выглядит, как будто он побольше И в нем побольше всего Давайте так и сделаем И промышленность у нас, конечно, подросла Стала такой уже солидный Потихоньку мы застраиваемся Побольше мы будем, кроме, кстати говоря, артиллерию Можно еще вот так сделать Потихоньку здесь делаем дивизии Кроме того, самолетики Скоро доисследуются Эти двигатели И начнем мы заниматься Уже строительством как раз-таки истребителей И, скорее всего, автоматических бомбировщиков Помогает нам то, что у нас здесь есть вот этот баф на минус 15 стоимость производства А это, блин, ну это безумно много, честно говоря Если так он стоит 55, то, ну, 10% скидка будет произвести намного больше И я пока не уверен, куда нам над дивизией перемещать Давайте просто их вот так просто раскидаем Там, как появится какая-то война, там уже будем думать Пока что пойдет И вот так вот Скорее всего, куда-то на восток или на запад пойдем Фокусы покажут, расскажут Так, делаем оккупацию Новосибирска Плюс территории, плюс энергия Я полагаю, она сейчас производства, да Должна апнуться Так, ультиматум Такова воля судьбы, раз под Москвой, окей Ультиматум от Уральского военного округа Это вы зря, ребята Так, а ультиматум 12 дней Давайте берем приказ, остановим на самом деле И пускай у нас часть дивизий Самых обычно, кстати говоря, желательно Пуше штук поедет сейчас вот сюда Ну и мы не отступим, начнется, пускай окей Новосибирский суд, смотрите-ка А 20 годам тюрьмы, либо ссылки из родины Стабильность или политика? Стабильность выглядит привлекательней Идем здесь в выборные посадники Еще эффективность будет расти У нас, в принципе, много чего сейчас растет Самое главное, профессионализм растет по 11 каждый месяц И это очень солидно Вообще, видите, все растет, кстати говоря, административная эффективность А у нас сейчас она в минусе, но растет в плюс Хорошо, тогда нормально Тагнирует у нас сельское хозяйство Надо будет что-то с этим сделать в теории Остальное потихоньку растет И нам бы, знаете что? Нам бы добычу получить Против вольных авиаторов О, это будут все ребята Нужно будет против них рейд сделать И переставил я делать им стратегическую передислокацию Пускай уже дальше доходят сами, чтобы аргула не восстановили Так, да, конфликт О, успели прям как раз Сюда Анна Котор какая-то есть В соборе, смотрите, новый ивент Ждовая реформа Юрия Стабильность и профсоюзы Либо статус-кво литий Ну, конечно, литий и ВВП Нам это надо Там еще какие-то войны Еще какие-то, господи Это, я так понял Да, это Московия развалилась Пошло говно по трубам Да и не только Московия Украина тоже Сейчас там происходит И здесь тоже потихоньку начинают Различные кланы московские Ну, российские Воевать между собой Мы уже войны свои первые провели Оба, на производственная единица Плюс один И плюс энергия Про строительство И улучшение оборудования И рабочие Это нам нужно Это мы делаем Политка копится у нас На оккупации Ну да Только почему-то эти дивизии Все не вступают в бой Видимо, они должны Последний приказ Этот выполнить Дойти туда Сюда уже успел Не знаю, вся армия Прийти Этих ребят Кажется, не Дракоссовский Если, кстати говоря, правит Ну, я думаю, дойдут Уральский военный округ А, это не нам Слушайте Что по конфликту Он прошел А нет, на них напали И они уже не могут Сделать конфликт Я понял Итак, еще одни 40 Политки тратим Я думаю Уже на Революционный совет Не верю Кто это? Давайте А, в Айроте Что там? Этин стейт Давайте, короче Революционный совет, да Потом, наверное, уже Красноярск Потом Айроте Так, следующий фокус Плюс ликвидные резервы 10% 0,09, окей Кредитный рейтинг Будет повышен Звучит любопытно Ну и рост ВП, конечно Тоже приятно Типа мы потихоньку Растем Население растет Петники растут Ага, ага Крупнейший партнер Очень у нас интересный Я бы сказал Кредитный рейтинг вырастет Это типа мы сможем А, прогресс у нас еще есть Кстати Говоря Мы типа сможем больше Долгов брать Болг ХВП у нас Типа растет Ага Ну, я пока здесь Ничего не меняю Не делаю Как есть Что так пускай будет Давайте-ка попробуем Строить БТРы У нас есть уже готовый шаблон Я немножко Позвучал, как здесь Танки делаются И здесь Здесь БМП Здесь БТРы Есть Именно машины пехоты БМП И есть ОБТ Ростские танки Обычные Ну и тут еще Есть артиллерия Есть еще тяжелые танки Сверхтяжелые Этим мы заниматься не будем Скорее всего Вот А вот БТРы Плюс, наверное Я не знаю Танки Скорее всего Видите, сейчас БТРы поделаем И попробуем сделать Моторизованную дивизию Как раз таки С БТРами Да Давайте посмотрим Вообще Как Здесь еще статы Скорее всего Зависит от того Что у нас есть Здесь видите Статы никакие Потому что у нас их нету А вот БТР у нас есть И БТРы выглядят сильными Так что попробуем Добавить БТРы Своим отрезованный На какую-нибудь Мобильную армию Поориентироваться в будущем С поддержкой Авиации, конечно же Все у нас Окружающие соседи Не в состоянии мира Практически Только вольных Авиаторов Мы можем Порейдить А Вот они и пропали И поэтому Мы никого не можем Порейдить Нам нужно Заканчивать наш фокс И уже идти дальше Кто-то заполивает Городской свет Я подозреваю Что Мы просто достаточно быстро Все эти войны Прошли Поэтому мы еще Доделаем фоксы А Войны Уже закончились Можем Вообще вот это сделать И Но я не думаю Что нам это сильно нужно Военные поставки Нам уже не нужно Давайте быстрее Эти фоксы добьем Кредитный рейтинг Улучшен Ага Пусть я нападение А, это Это будет висеть До самого конца Окей, я понял Тут новые дивизии есть Давайте сюда А, у нас Лимит, кстати говоря 12 Так что надо будет Немножко переделывать Все, ну ладно Давайте на позиции Так Шпир захватил Гейдриха Но Борман Геринг Все еще Сопротивляются Здесь у нас Шпайдель просто Стоит На месте Так, старая история Новая медиа Есть Плюс Эффективности Там Окей Идем вот сюда Еще административную Эффективность Под лучшим Ну и В принципе нам полезно Сидеть Просто Включать Нашу вот эту вот Эффективность Самое главное Военный профессионализм Выключить пораньше Но вот эти все вещи Тоже нам Очень пригодят Здесь очень Сильные дебафы Для нас Так Отношение Южной Африки Не сильно интересно Так Можем материапопировать Красноярск Делаем это И останется Айротия Мы неплохо Так Поднялись По производственным единицам Электросеть Только у нас Еще немножко душит Нас Ритуал настоящего Профомания Для вас И Рюрик Ростный Либо Рюрик Справедливый И надо подумать Что мы хотим Есть еще Рюрик Великий А ну это Видимо Следующий Окей Давайте-ка Посмотрим Подумаем А справедливый Здесь у нас будет Тюрьма Улучшение Тюремной системы Деспотизм Стабильность И глиди Ну как бы Скорее всего Мы сюда и выберем А мы здесь И не можем Нам нужен Собственно говоря Влияние Кренезе Юрия Побольше Ну и это Выглядит Не так привлекательно Так что у нас Рюрик Грозный У нас Генерал Предатель Смотрите-ка Андреев Либо ссылка Либо казнь Стабильность Либо поддержка Войны И политка Ну конечно же Смертная казнь За измену А что значит Что следует Поделать Потренировать Наши дивизии Потому что У нас конечно Мод пауэра Много Но не слишком Амнистию Красноярским Офицерам Ага Но Баф все-таки Полезен Кстати говоря Здесь Занерфлин Баф Блин Здесь процентов И не так сильно Но я думаю Все равно стоит Пообучать Потому что у нас Снаряжения хватает Близ-минус Можно было бы И Пообучать И вот Тактически У вардировщики Пошли изучаться Вот этих Случаев Начнем их Производить Так Тирана Это вопрос Восприятия Не тут князь Которого жнали Но тот Который Был им нужен Так и есть Вы трудились Под властью Тирана Говорит князь Но мы накормим Годенья вас И мы можем Нуждающимся Осторожным И обнадеживающимся Решения Расмута Будут отключены Рюрик Великий Давайте только Перед этим Оккупируем Айротию Кстати говоря Это удешевило Надо было сделать Это пораньше Ну ладно Если это пораньше Сначала То сделать Потом все Интегрировать Но это не так страшно И Рюрик Великий И пока Если сможешь Давайте Еще поджимаем Кнопочки Типа вот это Здесь у нас Что Тоже Полезная Кнопочка За хаос Это Бесполезная Кнопочка Это тоже Бесполезная Кнопочка Ну вот Мы получили Сей баф Надеюсь Он останется После На объем Производства В теории Должен Это солидный Баф У нас уже Все-таки 18 военных Заводов Нам Видите Ой Как у нас Снаряжение Солидно Производится Мне Это нравится Так Рюрик Великий Объединены Под короной Великая Княжество Средней Сибири Теперь объединено Подласть Царя Рюрика Второго Доживет Он Вечно Здравствует Князь Дездаст Строит Россия И Новый Фокус У нас Я понял Мы можем Этот фокус Сделать Ну давайте Величит Эффективность Там Политики Пускай Будет Не бесполезный Фокус Видимо Мы сейчас Будем копить Чисто Политку Уже И давайте Знаете Чем займемся Экономическими Фокусами Можно Вот этими Заняться Можно Вот этими Заняться И Смотрите Давайте Производственную Единицу Получим Это Всегда Хорошо И у нас Уже Есть Две Добычи Можно Кстати Говорить Часипирскую Черную Лигу Зарейдить Давайте Так и Сделаем 6 Дивизи Давайте Приказ Удалим 6 Дивизи Сюда Зарейдим Получим Добычу Смотрите Мы не улучшаем Пока Только Исследование Сельское Хозяйство И здравоохранение Это У нас Как раз Давайте Сельским Хозяйством Наверное Займемся Поехали Потом Базу Мы уже Делали Вот Базу Мы делали Потом Можно Сельские Объекты Как раз Так А там Уже Посмотрим Ну и Мы можем Сформировать Великое Княжество Среднесибирское Получим Идею Несправляющуюся Администрация И ячейку Исследования Получим Оригинальную Стадию Полис Роким Политическим Промышленным Военным И дипломатическим Возможностям Великое Княжество Среднесибирское Что за Безумец Реально Реально Нереально Так Фокус У нас Прекратился Ну и Ладно Он не сильно Важный Был Для нас У нас Появилось Здесь Много Чего Что ж Царство Противоречий Поехали У нас Видите Есть Несправляющаяся Администрация Надо бы Этот дебав Как-то Убрать Но я так Полагаю Что мы Сейчас Потихоньку Будем Идти И Убирать Его Параллельно Здесь Улучшая Наши Различные Социальные Развития Так Продвигаться На север Норильск Ага Бам Плюс Норильск А просто Кажется Мы с него Получим Ресурсы Нихрена Мы всего Не получим Но Ладно Регион Так регион Получаем Типа Микро Рост Отрицательный Но микро Население Микро ВВП Какой-то Я не знаю Оттуда Получили Допустим Ого У нас Тут появилось Новых Кнопок Оригинального Развития Жесть Политка Теперь Нужна Прям Очень Очень И Смотрите Когда На Заедине Дороги У нас Есть Кнопка А это Кратское Возрождение Норильска А вот Это Тело Тоже Регион Вроде Как Полезным Три Какого Чего-то Не Очень Я понял Что Это Давайте Посмотрим Три Три Хрома Понял Теперь Понял Три Хрома Инфраструктура И Очки Эти Победные очки Окей Будем восстанавливать Надвигающаяся Буря Вот Рудящий Недовольный Ну Будем Будем С ними Разбираться Чем Вы Недовольны И Смотрите Царский Двор Все Как Обычно Остается На месте Смута Прошла Норильска Возрождается Местное Развитие Нажимали Региональная Терри Пошло Развитие И Это Это Уже Выглядит Сильнее Намного Нужно Будет Побольше Почитать Посмотреть Что Нам Нужно Урановое Месторождение Можем Добывать Уран Видимо Кроме Здесь Дополнительная Электростанция У меня Появляется Положение Что Мы Слишком Много Отправили На Военные Заводы Но Потом Я Понимаю Что Мне Еще До Хрена Воевать И Наверное Не Зря Не Зря Все Так Глаз Бури Забастовка Демилитаризованная Зона Призыв К восстанию Вы Что Нет Мы Сейчас С вами Разберемся Так У нас Что Неприкрепленная Дивизия Сюда Вы Также Здесь Находитесь Нам Уже Терри Недоступны Видимо Рейды Ну Ладно Все На местах Пускай Продолжаю Тренироваться Здесь Нам Недоступна Я так Полагаю По фокусам Мы Сможем Избавиться От этого Верно Дебафа Надеюсь Коцарство Противоречий Есть Давайте Ко Займемся Новой Столицей К примеру Кровная Вражда Так А еще Подожди Борис Крылов Еще Есть Следник Не Только Да То Получается Два Брата И Сестра Еще Есть Споров Все Больше Вот Они Стали Врагами Ага Я Понял Они Все Такие Становятся Врагами Тихоньку И А ну Вот Битва Волков Я Понял Надеюсь Здесь Не будет Гражданской Войны Я Очень Их Не Люблю Кстати Говоря У нас Здесь Блин Раскачивали Все Это Время Генерала Который Был Этим Наследником Мы Не Раскачивали Он Сейчас Уйдет От нас Мы Раскачивали Генерала Который От нас Скорее Всего Уйдет Гражданки Как раз таки Лидии Я здесь Не вижу Генерала Черт Ну просто Видите Он Битлистящий Стратег И Казалось Разумным Его Раскачивать Я даже Это Не Обратил Внимание Лидии Тут Вообще Нет Призыв К Восстанию Ага Восстание В Красноярске Все Можете Просто Успокоиться Это Мне Не Нравится Очень У нас есть Политка Зато Которую Можем Что-нибудь Инвестировать Как раз таки Военные базы Построить Тут Ресурсы Какие-то Построить Программа Обслуживания Господи Столько Всего Давайте Займемся Пожалуй Промышленным Оборудованием И Борьбой С бедностью Восстание В Красноярске Сначала Это был мятеж Теперь Это революция Так А Всего Лишь Блин Ну это Это не так страшно Как я бы думал Ну по крайней мере Если это все Чем это ограничится Давайте Так вот это Надо включать Более того Надо вот так Сделать Пожалуй Отдельного генерала И тоже Назначить Сюда Смотрите-ка Слабо Хватка Рейха Ну очевидно Там гражданская Война идет Кстати говоря Которая близится К завершению Борман и Шпир Остались И видимо Шпир уже и победит И тут В Москве Тоже Происходят Какие-то Интересные вещи И приходит Кто-то к власти Так Ну а у нас же Здесь идет война С Федерацией Трудящихся И мы ее разобьем И думаем без особых проблем Итак Можно столицу Перенести Красноярск Новосибирск Либо Кемерово Оставить Слушайте Если по стратегическому То Кемерово Выглядит Как-то Попривлекательнее Честно говоря К тому же ВВП Здесь Население побольше Как бы Типа Оно Поглубже Находится До него Дальше идти Что запад Что с востока Следовательно Побезопасней А вот и все Завидим его в стане Надеюсь Модификаторы Берут Нет Не убрали О нет Окончено Мятежники Подавлены мощью Еще год будет длиться Но потом пройдет Все хорошо С мятежом Мы разобрались А вот реактивный двигатель Исследован Теперь мы можем Истребителя делать Только вопрос А какие нам нужны Я так полагаю Нам нужны Вот эти Защита Атака Ой Нет Слушайте Сложный вопрос Потому что Сложно понять Насколько Вот это Сильнее Вот этого И я предполагаю Что перехватчики Все таки Сильнее Что у них По дальности Единственное Одинаковое Да Слушайте Да здесь Трис маневренности Но здесь Атака Больше в два раза И защита Больше в два раза Он намного Сильнее Так что мы берем Перехватчик Здесь у нас Огромные резервы Готовятся Дивизия у нас До хрена Там еще на выстреле Кто-то побеждает Но нам бы Побыстрее К военным фокусам Непосредственно Здесь я вижу Что войны Еще пока не будет То есть Нам вот это Все еще сделать Это мы видимо Объединились Теперь политические фокусы Перевариваем все это За это время Все остальные Тут подобъединяются Куда-то Туда-сюда И потом мы уже Непосредственно Будем Атаковать Соседние Такие же Объединенные страны О, давайте Можем Начать Улучшать Систему здравоохранения Я пишу Давайте будем А здравоохраняем Просто Потому что У нас сейчас Стагнирует Можно Чтобы оно Немножко Росло И здесь Тенденция Слушайте Уже Наполовину готова Много где Это солидно Это солидно Следие Наши побед Есть Здесь все Пока Линейное Давайте Посмотрим Куда Мы Пойдем Дальше Здесь У нас Институты Царских Посадников Ага Эффективность Но мы Везде Здесь Качаем Максимальные Инвестиции Угу Верной Бояр Или Бояре Из Союза Так Ну я Думаю Мы Сначала Так Смотрите На мои Работы В виде Стал Стату Ага Шпир Побежит Гражданской Войне В Германии Возьмем Вот это Сначала Я не знаю Что это даст нам Но Ладно Ага Вот Административная Нагрузка Снизится И здесь Тоже Давайте Тогда Берем Вот это Вот это Дойдем Наверное Вот до этого Потом Пойдем Вот сюда Посмотрим Я думаю Будет уже Безопасно Предположить Что здесь Иркутск Будет Лидером Поэтому Давайте Ко Наши Вот эти Дивизии Поедут Сюда А здесь На западе Все-таки Я думаю Уральский Военный Округ Будет Лидером Поэтому Будет Безопасно Предположить Что Наши Дивизии Можно Отправить Вот сюда Эти Пускай Погадить Кемерово И тренируется Дальше Не забываем Сюда Добавлять Дополнительные Так Великий Германский Рейх Объявляет Войну Военного Округа Понятно Шпир Стал Лидером Банда Четырех Это Ага Новые Новые Четыре Так понял Да Я понял Царские Дела Есть Идем Как я и говорил Вот сюда Сначала Потом Левую Ветку Потом Центральную Чуть И потом Правую Итак Незначительная Проблема Еще один Спор У нас Ага Тут опять Такие Юрий Либо Лидия Увеличит Эффективность Общественных Собраний Запрещены Либо А еще Так же Меньше Дороговые Законы А здесь Нет Ну конечно же Лидия Права Мы Поддерживаем Лидию Германия Встановила Контроль Над Центральной Европой Ну Да Это и правда Следовало Ожидать Смотрите Ка Мы готовились К войне Да Давайте Здесь Сделаем Ой Это страна Нет Это не страна Здесь Мы делаем Приказ Пускай они Уже готовят Планирование Почему бы Нет И здесь Мы тоже Делаем Приказ Следующий Следующий Этап Я бы сказал Возрождение Норильска Остановить Советскую Инфраструктуру Плюс ВВП Население Ресурсы Отличная Тема Конечно Конечно Продолжаем Эти кнопки Мы пока Не нажимаем Я считаю Там Они нам Не нужны Ждать Вот Вполне себе За первую Палетку Будем нажимать И смотрите Ка В Украине Рес Комиссарят Победил Немецкий Сапог Реально Продолжает Давить Но здесь Электричество Немножко Нас Поддушивает Я бы сказал Множко Нам следовательно Надо электрические Ну электростанции Построить Да Давайте Вот так Еще Даже Продолжим И Кстати Говоря Здесь нам Добавилась Нефть Нам вот Эта теха Нужна Следующая Но это Только В следующем Году Можно будет Взять На плюс Еще Одно Электричество От электростанций Но мы Еще дополнительно Построим Тоже Должен Будь Некоторый Эффект Хотя Конечно Все на военных заводах Сейчас Как все оборвалось Так И на военных заводах Нету Вон А здесь Смотрите-ка Магадан В итоге Победил Неожиданно И теперь Он такой Очень солидный Я думаю Теперь он пойдет Своих Политические Фокусы Нажимать А мы здесь Административную Нагрузку Снижаем Теория Да Должен этот Модификатор Потихоньку уменьшаться Со своим Новым владельцем Примедливо Тяжелая Вещь Сокласен А у нас Здесь Так Хотя бы ЖД сюда Провести Какую-то И Возможно Здесь вообще Было бы полезно А ну вот Видите Здесь в принципе Она как будто бы И была Железная дорога И здесь бы Снабжение Тоже пункт Построить Будет строиться Четыре тысячи дней Будет Нереалистично Давайте пока Эти армии Эту армию Полностью Все дивизии Переведем Пожалуй сюда Там посмотрим Вообще Давайте я пока сюда Потерпит Это все И у нас здесь Новые дивизии Сюда Здесь пускай Продолжают Обучаться Они Вот что нам нужно Сделать Обязательно Электричество Вот с этой кнопкой Расширить Вот что надо было Ну и Опять же Посмотреть Что здесь еще Можно Урановые нам Теории нужны Будут Наверное Нет Но я думаю Да И миграция Нам наверно Не нужна Инструктора В теории Полезны На практике Наверное Подождут Сельское хозяйство Выглядит Не самым важным Здесь дальше Будем думать Административное Ворчание Юрия Административная Эффективность Либо уровень бедности Вообще я бы хотел Уровень бедности Так что да Пускай падает Потому что у нас Уровень бедности Очень высокий Здесь вот видите Проблемы есть Он уменьшает У нас развитие Различных тут Социальных штук И дальше идем Куда мы идем А у нас здесь Видите Сразу мы Именно Юрия Это и берем Ага Мы теперь Не можем Предложение Лидии взять Но это окей Потому что мы Все остальные кнопки Нажимаем В сторону Лидии Давайте вот сюда Да Потому что Потому что Стоит Денность Увеличивать Вообще Как быстро Мы Зачем уровень Получим Ну Достаточно нормально Он растет Но еще далековато Первым все-таки Перейдет у нас А нет Профессиональная армия У нас первая Будет Чуть Ну как Да Профессиональная армия Так и называется И потом Наверное Ручные инструменты У нас поменяются На остаревшие станки А так у нас еще Авиационная доктрина Уже подошла Стратегическое Разрушение Наверное нет Защита неба На нашей стороной Звучит как Фокус на истребителе И в целом В этом есть смысл Да Потому что Ты Захватываешь Воздух Равно Ты захватываешь В принципе И здесь Вот тоже Вот То есть Ты и бомбить Войска можешь Нормально Но Я думаю Слушайте Хотя здесь Бафы ракет Бесполезные Ракеты Я наверное Не буду делать А здесь Бафы Выглядят Приятней Слушайте Давайте Наверное Оперативное Взаимодействие Все-таки Пойдем Ну и вот Магадан Объединяет Дальний Восток Сторонное Развитие Событий Да Действительно Тоже Администрация Я так понимаю Примерно Одинаково Это во всех Странах Происходит Ну-ка Борьба с Финансовым Кризисом У них еще У нас Такого нету Мы экономически Справились Нормально Но сейчас То что они Сейчас делают Мы уже сделали Долгое время назад И мы Впереди Я бы сказал По нашему Развитию Я этим Достаточно Доволен А вот И Энергетическая Сеть У нас Выпускай Развивается Получим Электричество Тоже Опять-таки Буду доволен И Смотрите Фактор местных Ресурсов Кстати Горьба Тоже на это Влияет И я Этим Снова Доволен Я рад Что Тоже Сюда Применяется Вот Вообще Вижу Мы Уже Долго Эту серию Снимаем 27 минут Уже Она Так что Можно было бы Подзакончить А с вами Ребят Был Дуб Гайм Подписывайтесь Если вы еще Вдруг не подписаны Лайк, комментарий Все как обычно И до скорых встреч Пока Продолжение следует